С вами «Голос Новороссии» и программа «На самом деле». Меня по-прежнему зовут Сергей Веселовский. И мы говорим с Максимом Шевченко о тех событиях, которыми сегодня живет, умирает наш родной Донбасс. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Ваша позиция всегда была достаточно толерантна, взвешена по поводу тех событий, которые происходят на Украине, начиная с февраля месяца. Вот как вы сейчас, насколько изменилось ваше отношение к той войне, которая происходит на Донбассе? Что можете сказать по этому поводу? Ну, я придерживался и придерживаюсь несколько тезисов. Первое, я считаю, что в Украине происходит восстание народа против заберевшего олигархическо-бюрократического режима, который предал народ Украины, который втянул народ Украины, украинцев, русских, греков, бенгров, армян, поляков, евреев, я называю такие основные народы Украины, в бортоубийственную гражданскую войну, который стравил русских с украинцами и на это стравливание сам зарабатывает кровавые и большие дивиденды. Поэтому я могу сразу сказать, я не отношусь и не поддерживаю тезис о том, что это война между русскими и украинцами, поскольку по обе стороны фронта сражаются русские и украинцы. К сожалению, с той стороны люди сражаются оболваненными на службе у Коломойских, у Аваковых, у Турчиновых, у Тимошенко и так далее. Но на стороне восставшей Новороссии, на стороне Донбасса, на стороне Луганска, которые сегодня сражаются за всю Украину, я считаю, за ее свободу, за ее честь и за ее достоинство, сражаются интернационалисты, дети разных народов, народов Украины, народов России, народов Европы, между прочим, там есть греки, сражаются и умирают на улицах Луганска. И я думаю, что это провиденциальный бой. Кому-то кажется, что это восстание можно использовать в каких-то геополитических целях, расширить какие-то земли, какой-то сланцевый газ, какой-то корпорации, что-то еще. Я к этому отношусь совсем по-другому. Я считаю, что это восстание за декларическое достоинство людей, людей, которые столько лет вынужденно пребывали в состоянии социальной, политической, не интеллектуальной, может быть, даже деградации в каком-то смысле. Людей, которые призваны для великих свершений, для созидания, для того, чтобы быть воинами, для того, чтобы служить своему народу, заставили быть торговцами, бандитами, там, не знаю, каким-то, непонятно, каким элементом, а вслужащим интересы крупного капитала. И как только крупный капитал сам себя начал пожирать в киевских сватках, как только Донецкие схватились с Днепропетровскими, по большому счету, ведь иллюзий нет, что произошло на Украине, то люди расправили плечи и почувствовали себя народом. Народом, который имеет право на голос в истории. Я, безусловно, всегда на стороне народа. И сегодня в Новороссии это восставший народ ведет борьбу против олигархии, продажной бюрократии, против криминала, прорывавшегося к власти, против фашизма, который буржуазии, олигархии, бюрократии и криминалам навязывается как идеология Украины новой. Мне кажется, что это борьба, которую должен поддерживать каждый честный, порядочный человек. Но еще раз говорю, я никогда не принимал и не приму сравнивание русских с украинцами. Я считаю, что это идет против интересов православия. Русские и украинцы это православные народы. Что это идет против интересов России и против интересов Украины. Поскольку в союзе русских с украинцами, не какими-то выдуманными русскими, не какими-то выдуманными украинцами, а русскими, говорящими по-русски, и украинцами, говорящими, говорящими на украинском языке, знаете. Вот в этом союзе получается сила, которая, собственно говоря, и ложится в основании народной империи, народного государства, победившего в 1945 году фашизм, и именно разделение, раскол этих двух великих православных народов, есть главная задача той силы, которая пришла на территорию бывшего Советского Союза, чтобы нас всех разделить, разъединить, стравить, и в итоге проработить, оставшись над нами, как бы над схваткой над какой-то. Максим, вот какой вопрос. Нас сначала обозвали сепаратистами, потом сепаратистами-террористами. Сейчас, когда люди вынужденно взяли в руки оружие, когда они научились стрелять, научились себя защищать и стали побеждать киевскую хунту, появился вот этот самый Боинг, и сейчас нас пытаются назвать международными террористами. И выходят вот на первый план двойные стандарты. То есть то, что 300 несчастных невинных человек погибли в этом Боинге, это трагедия всего мира. А то, что тысячи людей, невинных, таких же жертв, каждый день сейчас погибают по несколько человек, по несколько десятков человек, этого не видит никто. Весь мир сейчас тычет пальцем в Путина и кричит, что Путин создал террористическую международную группировку. Вот это прокомментируйте, пожалуйста, как быть в этой ситуации нам? Ну, конечно, очень жалко ни в чем не повинных людей, которые погибли в этом малазийском Боинге, которые летели куда-то и совершенно не подозревали о том, что должны умереть на территории Украины, потому что кто-то пустит в них ракету или по какой-то другой причине. Я надеюсь, что результаты будут расследованы на самом деле. И, конечно, мы все скорбим и выражаем соболезнования их родным и близким. Но то, что западный мир не замечает трагедии Новороссии, не замечает сотни тысяч арестованных, брошенных в тюрьму Украины, не Украины, Киева, я не хочу, чтобы прекрасное слово «Украина» ассоциировалось с этим позорным фашистским режимом. Потому что там и украинцев-то на самом деле среди правителей современного Киева раздавая обчелся, понимаете, по большому счету. Так вот, поэтому, конечно, страдания Донбасса, страдания Луганска, их героизм, их самопожидные, сознательно замалчиваются западной прессой, которая так же, собственно, как замалчиваются страдания и трагедия палестинского народа, например, понимаете. В Газе проходит одновременно жесточайшая военная операция, жесточайшая. Такие же Коломойские, понимаете, там же организовали бомбардировки, расстрелы, зачистки. Более 500 людей убиты, из которых больше половины дети. Об этом мир точно так же молчит. Мир вообще всегда на стороне сильных, богатых, толстых и самодовольных, которые могут купить себе средства массовой информации, купить себе наемников информационных или военных. И мир всегда против народа, западный мир всегда против народа. Нас поддержали те страны, которые всегда были на стороне справедливости, на стороне народа. Поддержала Куба, поддержала Венесуэла, поддержала Никараба, поддержала Иран. Поддержали страны, в которых приоритет развития человека поставлены по главу угла государственной политики. А те страны, в которых человек измеряет по толщине его кошелька, По его социальному статусу, они, естественно, для них человеческая кровь, как вода. Если это не их погибают люди, не граждане этих государств. Вообще, вот это вот, знаете, подчеркивание, сколько граждан погибло, где, в каком самолете. Вот Обама говорит, там даже один гражданин США. Остальные люди, значит, для него уже не люди, понимаете. Для нас нет разницы. Мы скорбим по всем, по голландцам, по американцам, которые погибли в этом самолете. Но вина за этот сбитый смерт лежит, безусловно, на киевском режиме. Он вместо начала политических переговоров с Донбассом в марте месяца, когда все было возможно, он предпочел арестовать Губарева, он предпочел бросать в тюрьму политзаключенных, он предпочел организовать чудовищную бойню в Одессе, притом оскорбляя жертвы этой бойни. Он предпочел, Турчинов-Саваковым предпочли двинуть войска, полагая, что силой сломят, задавят или испугают людей. Но невозможно задавить, испугать людей, в которых просыпается свобода. Что касается Боинга, сейчас уже есть подробные исследования про то, что такое станция Буквы. Я недавно читал в интернете текст один одного военного, который служил, работал. Там есть очень много таких нюансов, которые, честно говоря, предполагают, что, по крайней мере, станция, облучавшая этот самолет, не сама остановка, на которой ракеты, должен быть командный пункт, который ведет большое наблюдение. Его невозможно скрыть в современном мире. Он на достаточно большом расстоянии облучает цели. Без него ракеты вообще не будут летать. Это же не просто взял, как из пистолета, прицелился через прорезь прицела и нажал кнопку. Я думаю, что рано или поздно станет ясно, кто не несет за это ответственность. Но, еще раз говорю, я считаю, что в любом случае, если это несознательная провокация киевской стороны, что вполне возможно в их безумии и сумасшествии, это трагическая случайность гражданской войны, которую мы сталкивались много раз в разных регионах мира. И поэтому я считаю, что борьба народа за свободу должна продолжаться в любом случае до положительного политического исхода. До того момента, пока киевская власть не прекратит военные действия, не отведет войска и не признает за Донбассом и за Луганском, за Новороссией в целом, право на политическую субъектность в переговорах. И начнет всерьез обсуждать будущее Новороссии, ну и будущее Украины, в конце концов. До тех пор, пока они будут делать ставку на военное подавление, восстание будет шириться, развиваться, к нему будут присоединяться новые регионы Украины. И регионы Центральной Украины, уверен, будут им затруднят рано или поздно. И в Полтавской, и в Черниговской, и в Винницкой, и в Житомирской областях. Люди рано или поздно возьмутся за оружие тоже и поймут, что эта власть толкает их на чудовищную братоубийственную войну. Я думаю, что надо вести просто работу и в этих областях разъяснять своим братьям-украинцам, что война, в которую втянула киевская власть, она противоестественна, антиукраинская по своей сути. И абсолютно братоубийственная война. Я думаю, что эта работа предстоит в ближайшем будущем. Всякое восстание развивается, исходя из внутренней логики. Вы сами сказали, люди были мирные, люди не думали, что возьмутся за оружие. Шахтеры, Горловки, например. Мы все прекрасно понимаем. Но сегодня это уже испытанные бойцы. Точно так же завтрашний день, это день работы в тылу так называемого противника. Потому что мне тяжело называть украинским народом противником, и я это делать не буду. Будем называть так. Там есть оболваненные фашистские пропаганды и люди, которые есть. Но в основном украинский народ, это, конечно, не те, кто хочет делать то, что они сегодня творят на Донбассе и на Луганщине. И работа с этими людьми, это вопрос завтрашнего дня. Максим, вот такой вопрос. Мы на Донбассе очень сейчас обеспокоены ситуацией. Как только мы начинаем побеждать, в том числе и информационно, и переубеждать тот же Запад Европы, тут же появляется новая провокация. Вот сейчас многие опасаются, что Киев в истерике может совершить определенные теракты, как на территории Украины, связанные с ядерными блоками атомных станций, так и на территории самой Европы. Должны быть жертвы сакральные, должно быть что-то страшное, чтобы к нам относились как к международным террористам. Чтобы нас осудили, над нами, ну, в отношении нас ужаснулись и сказали, это звери, их надо уничтожить напалмом. Вот этого мы сейчас очень, честно говоря, опасаемся. Я думаю, что от киевской банды можно ожидать всего, что угодно. Украина прекрасно знает цену Тимошенко, Авакову, Турчинову, Коломойскому и всем остальным. Украина прекрасно знает, что за деньги эти люди готовы на любые злодеяния, на любые подлости, что они плясали, жировали, играли между собой, пока Украина распадалась, не превращалась в такое абсолютно деградировавшее социальное пространство. С чудовищными дорогами, с забытыми, заброшенными школами, с полуразрушенными городами, с населением, бывшим за границу, там работать в разные страны, рабами на самом деле, на подемную работу. Что унижение украинского народа, русского народа, украинского народа, народов Украины, достигло, тем больше достигло, тем больших уровней падения, тем выше было благосостояние и цинизм правящей украинской элиты. Это война, социальная война, и в ней, конечно, борьба будет достаточно жестокой. Я верю в то, что провокации с их стороны возможны любые. Мне кажется, надо совершенствовать информационное обеспечение борьбы, народной борьбы в частности. Необходимо в данном случае восходиться опытом, ну, скажем, тех успешных народных восстаний, которые одержали победу. Надо внимательно изучать борьбу вьетнамского народа, который под руководством генерала Вон Гуэн Зиапа использовал концепции Даут Рань. Даут Рань составляла несколько принципов работы со своими войсками, со своим народом и с работой в тылу противника. С армией противника, с ближним тылом и с дальним тылом противника. Мне кажется, что надо разъяснять европейцам в частности принципы, суть восстания и его задачи. Так называемый Дайне Даут Рань, если говорить языком Гуэн Зиапа, а так как вьетнамцы пришли к победе, в борьбе с тем же самым врагом, поверьте. Точно такой же в Сайгоне был продажный, коррумпированный, садистский, порнографический режим, как сегодня он в Киеве. Точно так же сайгонский режим гнал вьетнамцев убивать вьетнамцев. Точно так же им помогали американцы и Напалм, ну, не дай бог, конечно, которую вы упомянули, Вьетнам познал в полной мере. Однако мы не забудем кадры, когда сотрудники американского посольства и их лакея цеплялись за вертолеты, драпая из Сайгона в 75-м году. Уверен, точно так же будет и в Киеве. Они точно так же будут драпаться из Киева, а может быть даже и из ЧОПа, между прочим. Поэтому надо, мне кажется, в Европе громче и яснее заявлять о принципе своей борьбы. Надо давать пресс-конференции, надо выходить на европейские медиа, надо четко и ясно разъяснять, что повстанцы Новороссии не террористы, что повстанцы Новороссии это борцы за свободу, которые следуют по пути, если говорить языком Запада, американских особо-основателей, Джузеппе Гарибальди и многих других людей, которые боролись за свободу своего народа, против тирании и угнетения. Спасибо вам огромное, Максим. Я даже не прошу обратиться к ополченцам, обратиться к местным жителям. Вот то, что вы сейчас сказали, в принципе, это и были слова, прямая речь, обращение ко всем к нам, тем, кто сегодня вынужденно взялся за оружие, либо без оружия, с чем-то другим в руках, борется с оккупантами. Еще раз огромное вам спасибо, всего доброго, удачи. До свидания. До свидания. С нами по скайпу из Москвы был Максим Шевченко, журналист, политолог, человек, которому не все равно, что происходит сейчас на территории государства, которое еще недавно считалось единым и неделимым, которое называлось Украина. По инерции оно так и называется, но по факту его уже нет. Такова жизнь и такова смерть. А мы молимся за каждого, кто сейчас с оружием в руках сражается против оккупантов, за свободу и независимость нашей Родины, за Новороссию. Всего вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok